Да ладно? Я писать. Давай. Всем привет, 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 привет. Я решила выпить с вами кофе. Вот. Поболтать, позавтракать, потому что крайне редко так выходит. И вы меня очень просите. Потом пока Демку накормила, сделала ему завтрак. Ну, сам покушает. А я сам поболтала. А не то, ура, я попал на ваш прямой эфир. Они бывают интересные, бывают не очень. Поэтому какой будет этот, я не знаю, зависит от вас, от ваших вопросов. Вот. И какие разговоры у нас будут. Расскажи, как Демка сам справился дома с мультиками. Это первый раз я его оставила. Супермен. Сказал, что он Супермен. Какой-то. Я помню, меня мама тоже в детстве оставляла. Я помню, выключился свет. Это был вечер. И я сидела. Боже, когда мамочка придет, когда мамочка придет. Вот. Ложись, поспи. А я же не смогу уснуть. Я спать безумно хочу. Но как я могу спать, если ребенок не спит? Ну, как бы я не усну просто. Физически. Положите свет, и тогда уже попробую поспать. Доброе утро. Привет. Привет. Можно я позавтракаю? Я, видите, чем завтракаю? Детским сырком. И я буду кушать так. Все присоединяются? Спасибо большое, Олечка. Когда мы с тобой уже выберемся? Как у вас там дела? Привет, только досмотрел сторис в прямой эфир. Вы знаете, мне надо было сначала звониться, а потом включать прямой эфир, потому что сейчас у меня уже три пропустенных звонка. Прекрасное видео про сборы на свидание. Как оно прошло? На самом деле я ожидала, что будет лучше. Нормально. Я очень жду, не могу. Так ты уже как бы готова? Если готова, то давай. Может, Сеня? Привет из Донецка. Привет. Как у вас там дела? С утра уже при параде. Молодец. Но я бы не сказала, что я при параде, потому что это момент такой. Накрасила губы ярко, и ты уже при параде. Я же обычно в свитере, в штанах. Но яркая помада всегда дает свое. А так я же не накрашена. Я же поэтому фильтры одела. Вроде бы как и ничего так. Вроде как и с макияжем. Напишу в личку. Хорошо. Доброе утро. Как дела? В принципе, уже неплохо, потому что до этого, вы не представляете, у меня два дня была такая жопа. Вот реальная. Моральная. Физическая. Там, ну, короче. Куча разных моментов навалилась, с которыми я не то чтобы не справилась или не хочу справляться. От того, что у нас все сразу вместе, я расплакалась. Ань, какие цвета предпочитаешь в одежде? Ой, все зависит от времени года. У меня нет такого. Вообще, я люблю светлое, я люблю белое, но также люблю яркое. Вот, люблю черный цвет. Ну, то есть, я не знаю, в последнее время мне нравится такое, вот, знаете, как рыжий. То есть, зависит от самой одежды. Привет из Новосибирска. Боже, я представляю, какой у вас там дубарь. Наверное. Красотка сюда. Спасибо большое. Как демушка? Демушка нормально уже. Я помню, у Ники в сторисе смотрела, вы сказали, что случилось, а что не сказали. Все хорошо. У Ники в сторисе такое разве говорила? А, так нет. То ничего такого, то просто кошка пришла. Она просто пришла в тот момент, когда у меня моральная была такая, знаете, вот, ну, я просто вот взяла и как бы разрыдалась. И в тот момент кошка ломилась в дом, причем ломилась, аж корябалась. Какая-то совершенно посторонняя кошка. Ну, короче, какие-то мистические моменты были. Ну, это для меня так казалось, что не мистическое. На улице писать. Ммм. Я просто посмотрела, что энергетически, энергетически сейчас такое было, ну, было сильное время. Вот. Ань, какой у вас рост? У меня метр семьдесят. Привет, из Молдовы. Привет. По поводу планов на Новый год. У меня их пока нету. Я не знаю. Ой, привет, хорошенько. Привет. Привет. Так, я опять забываю пить кофе, забываю завтракать. Болтаю. Нет, мама не приехала и в ближайшее время не приедет. Она, если уезжает, то уезжает где-то на месяц. Вот. Но, вы понимаете, как бы, я не могу сказать, что, да, как бы с мамой легче, с одной стороны, но с одной стороны, как бы, и маме надо отдыхать тоже. А тем более, я-то на машине села, поехала, а маму надо вывозить, то есть, она там, как бы, сама не выйдет. Поэтому, поэтому как-то так. Сколько у нас время? Часов девять, наверное, с копейками. Не знаю. А, девять двадцать пять, да. Что решили с трусовцом? Я звонила в лесную песню, потому что когда-то уже там отдыхали, мне там понравилось. там сумма в сутки две четыреста пятьдесят. Вот такое. Это на начало декабря. Надо хотя бы дней десять. плюс там какие-то расходы. То есть тридцатка нужна для того, чтобы выходить в колец. Сегодня полнолуние, за пару дней до и после бывают коллапсы. Вы не представляете, у меня таких коллапсов еще не было. Вот реально. Это было что-то такое, что я, ну, насколько я всегда думала, что я очень сильная, что я совсем справлюсь. А тут я просто, знаете, вот у меня было такое состояние, блин, ну я же девочка. Ну вот честно. Мне было очень, вот морально мне было очень тяжело. Прям очень было тяжело. Нет, это не Maybelline, это L'Oreal, которая шоколадная, ультра-матирующая. Вот это вот. На мне. Она не настолько стойкая, но тоже очень стойкая. Я люблю вот эти вот. Их ничем не сотрешь вообще, не сдерешь. Так. Привет с Харькова. Привет. Похоже, так, попробуют в России. Хотели бы побывать в России? В каком городе? Я родилась в России. Я уже была в России во многих городах. Поэтому, ну, как бы, я как бы не стремлюсь пока туда. Анечка Красотка. А, хочу. Знаете куда? Очень давно хочу в Санкт-Петербург. Анечка Красотка, скажите, верите ли вы в судьбу, у меня тоже коллапсы. Ну, я из тех людей, которые верят в то, что судьба, то есть, мы сами строим свою судьбу. Наши какие-то определенные моменты, наши решения, наши движения, они и как бы выстраивают. и вот, например, да, вот как дерево, да, вот вы родились, вы идете, вот от вашего решения вы пошли, например, направо, налево, там, я не знаю, можно было идти прямо. И потом, вот эти вот, как бы, моменты, они разветвляются. Вот как вы куда пойдете, так оно и будет. Поэтому, в принципе, ну, может быть, общая картина, как бы, она, да, существует. Но, мне кажется, судьбу все-таки можно менять. Верни Гора. С. Перед Росковцом. Там тоже очень классно. А можете написать мне в личку? Пожалуйста, потому что сейчас я не запомню и записать мне тоже некуда. Верни Гора. У меня садится телефон, сейчас вырубится. Как здоровье у детей? Уже легче, да, гораздо, гораздо. Нашли своего котика? Нет, не нашли, к сожалению. Анюта, привет, я хорошая. Скучаю очень. Моя ты хорошая. Я бы очень хотела вернуться обратно в Грузию. Вот. Я еще не все видео демонтировала, но я уже сделаю там в чуть-чуть другом формате и там, где мы были все вместе, я их выпущу весной. Может быть, бессонница от полнолуния? Как его знает? Не знаю, я еле уснула в 4 утра. Еще вариант с хиднити. Ой, ну там, как бы, я была. Понимаете, в Трускосе прикольно, то, что ты, как бы, можешь гулять. Город, как бы, такой интересный и можно везде там лазить, там есть парк, там голуби, постоянно вот ходишь, там, как бы, ну, есть уже протоптанные, можно сказать, тропинки, да, то есть, там есть развлекаловки, там есть боулинг, там есть бильярд, ну, поэтому я бы, дружескалец хотела, на то, что вы, девочка, Анечка, все на себе тащите. Мужика надо лучше мужчину, чтобы разгрузил вас и взял на себя многие обязанности. Мы знаем, что вы сильные, теперь нужно быть девочкой. Ну, я вам так скажу, не каждый мужчина возьмет на себя обязанности. Мужчины могут быть рядом с вами, но брать обязанности на себя, заниматься вашими вопросами, ну, то такое. Не каждый способен, не каждый хочет, не каждый, не у каждого есть возможность и так далее. То есть, если мужчина уже берет за вас ответственность, если он берет ответственность, так как я не сама, за, как бы, моих детей, да, отчасти, потому что я не сама, хотя у детей есть папа, но я не в том плане, я в формате имею в виду, да, то есть, как бы, меня с, ну, как бы, у меня есть дети, вот, то это уже о чем-то говорит, ну, как-то так, не знаю. Пока свои вопросы я решаю самостоятельно. Санкт-Петербург, наконец-то. Ну, как бы, я туда пытаюсь попасть, уже несколько лет, никак не выходит. Какого, видите мужчину рядом с собой? Ну, это на самом деле, очень такой вопрос. Кстати, у меня сейчас сядет телефон, и не смогу поговорить с вами. Какого вижу? Ну, в первую очередь, любящего. Вот, это самое главное. Ответственного, доброго. Ну, то есть, это обычные такие слова, но, опять же, главное, любящего и любимого, а все остальное, оно как бы обрастет и будет. Ну, и опять же, чтобы он был готов взять ответственность, потому что, ну, не то, чтобы там готов был бы взять, чтобы он хотел это делать, а не просто. Так, а когда будет видео про работу? Кстати, надо его снимать. Хорошо, что напомнили. Да, потому что я вчера ночью, мне делать нечего, скучно, ну, как бы спать не могу, что делать. Телевизор специально не включаю, тогда вообще бы не уснула. Я начала писать, что мне снимать надо, но на декабрь месяц, боже, заговариваюсь. Анюта, ты говорила, что забираешь телефон Аники, она обижается как-то с этими подростками, как контролируешь. Очень сложно, скажу честно, ну, как бы я забираю, например, телефон, она обижается. А зачем ты его забираешь? Я говорю, потому что ты как бы, ну, то есть, дома, то есть, она может сидеть, есть несколько часов, там, я не знаю, ну, то есть, в доме ничего не делается, в формате, там, Ника, я даю ей ЦУ, то есть, какие-то задания, да, ей платье надо сейчас, не сиди на полу, малыш, какие-то платья надо сделать, там, на мисс осень, вы думаете, надо его делать? Нет, то есть, в телефоне переписывается, вот, поэтому и забираю. Ну, да, тяжело сейчас, конечно, бороться, как Дема, уже хорошо, твой уход за лицом, могу снять, где Демид, ну, там, где-то лазят, во сколько лет вы сделали первое тату и какое? У меня на лопатке есть тату и сделала я его в, боже, в каком году? Ну, Дема еще не было, лет пять или шесть назад. Я уже елку поставила и украсили с дочками квартиры, да ладно, что серьезно? кстати, по поводу елки, у меня так мало места, что я не знаю, куда елку ставить, у меня елка большая, поэтому, наверное, в этом году не получится большое поставить, да? я хочу, что у меня будет Новый год? Да. Блин, мне надо что-то с елкой придумать. Спасибо на канал. Домойте поставлю. Спасибо на канал. Подписывайтесь на канал, говорит. А я еще пошукаю санаторий и напишу в директ. Спасибо большое. Вот прям просто выручьте. Спасибо. Будет видео с фотками, лайк вроде набрали. Будет видео, но мне теперь нужна мама, потому что фотографии есть, а я хотела, чтобы еще как бы мама там свои истории рассказала, поэтому в любом случае мама дождаться. Да. Спасибо, ты мне елку подай. Анюта, вы с Демой учите буквы. Учим, но Дема не Ника. Ника быстро все схватывала, все знала. Это ваш не заставит. Но вот типичный пацан и вообще не хочет. Вот прям реально не хочет. Ты очень милая, красивая. Спасибо. Твой заработок, кроме Ютьюба. У меня есть, но опять же, я с ним увиден, я сейчас расскажу, видео будет неинтересно. Нет ужки. Но это в любом случае, это все равно связано с видеопродакшеном. И через, ну не только с видеопродакшеном, я еще зарабатываю как, можно сказать, ну актриса, да, как модель. Я снимаю в рекламах. Вот. Сегодня черная пятница, что-нибудь пойдешь покупать? Нет, наверное. Ну, мне нужен пуховик, я не знаю, где его искать, и плюс то, что я понимаю, что если я начну что-то искать, я захочу еще что-то себе. Ну, в общем, и пойдут растраты. Мне есть сейчас, куда деньги тратить. Любовь и деньги, остальное все будет. Кстати, по поводу, видите, я любовь, любовь, а про деньги забыла. Да, деньги тоже важны. Между дом достраивать надо. Спасибо вам за эфир, сохраните его, пожалуйста, хорошего вам дня. Мне пора идти, потом хочу досмотреть с вами самый лучший прямой эфир. Спасибо большое. Где буду отмечать Новый год? Я пока не знаю. Чтобы сохранить эфир, мне надо выйти и сохранить, потому что сейчас сядет батарейка. Ань, муж тебя очень любил и, наверное, любит. Можно я не буду комментировать? Ну, мне кажется, это такое сейчас личное, плюс, как бы, он смотрит меня в соцсетях, и если он сейчас увидит, и ему не понравится мой ответ, я не хочу его обижать, например, да, как бы, поэтому я стараюсь эти темы просто не поднимать, как бы, их не трогать. Ну, то есть, это наше личное, оно, как бы, было, оно ушло. На улице красиво было, боится бы еще был снег, и до конца вы везет мусор, вообще было замечательно. Ну, вот, привет, привет. Какой любите кофе? Я люблю кофе Американо без молока. Ребят, я закругляюсь, потому что сейчас сядет телефон, я не смогу сохранить эфир, поставлю на зарядку, я думаю, что в течение дня сегодня выйду еще. Всем хорошего дня и до нового эфира. И подписывайтесь, и я лайк. И подписывайтесь, и ставьте лайк, где поговорить. Все, пока-пока.